Называется «Три драгоценности». Мы знаем из лекции Владимира Анатольевича, что прибежище его «Три драгоценности» соотносится вот с этим полюсом, духовным полюсом, духовной оси калачек. И сначала готовя тему о параметрах, как бы эти три драгоценности, они вылились в отдельную тему. Потому что рассматривая направление пространства, параметру первого, первое направление пространства данных, параметру относится данных к этому пространству, мы видим, что заканчивается это направление пространства именно духовным полюсом. А что это за духовный полюс, что это за прибежище, и что это за три драгоценности, хотелось бы более глубже понять. И материал взят из среднего ламрима, махамудры, волосы безмолвия и, конечно, калачек. Духовный путь к просветлению и освобождению состоит из того, что человек, устремляясь в поиски, находит и принимает прибежище. Но без устремленности и вдохновения человек не может подняться даже на первую ступень духовного пути. Именно устремленность приводит нас к вратам прибежища. В махамудре мы читаем, поскольку принятие прибежища является вхождением в буддийское учение, то именно буддизм и предлагает в качестве трех объектов прибежище Будду, Дхарму и Санху. В более расширенной форме прибежище можно рассмотреть как прибежище к Будде, прибежище в Дхарме и прибежище в Санхе. Поскольку, значит, выписка из буддизма будет не очень большая, а я позволю, разрешите вам прочитать более глубже, чтобы понять, что такое прибежище в Будде. Прибежище в Будде, так как он лучший из людей, он разъясняет Дхарму, то есть указывает спасительный путь и метод просветления, и выход из Санхары. Прибежище в Дхарме – это учение, которое Будда достиг сам и преподал своим ученикам. Прибежище в Санхе, как на сообщество тех, кто в точности реализовал или идет по пути реализации его учения. Здесь каждый может провести параллель между нами, теософами, теософскому обществе, учениями, понимаете, то есть все это очень взаимосвязано. Нам, по крайней мере, необходимо иметь некоторые понимания того, что такое три драгоценности прибежища – Будда, Дхарма и Санха. Именно они, Будда, Дхарма и Санха, являются высшими драгоценностями прибежища. Продолжает статуя из Махамудры. Но Дхарма – учение, даваемое учителями и реализуемое учениками, поэтому формулу прибежища можно рассматривать как учение, учитель и ученик. Все три драгоценности являются подлинным прибежищем, но наилучшей из этих драгоценностей – Дхарма. Поэтому нам следует добиться подлинного понимания того, что составляет Дхарма. Цитата закончена. Цонкапа в Ламриме, в первом томе, пишет о том, что существует обращение к прибежищу, объекты прибежища и обязанности прибежища, а также существует достоинство Будды, достоинство Дхармы, достоинство Санхи. Что такое достоинство Будды? Он включает достоинство тела, речи, разума, или мудрости и любви, достоинство деятельности, достоинство Дхармы, достоинство победоносного Будды бесчисленное и безграничное. Они произошли из Дхармы, а незаслуженный плод Дхармы, воплощение Дхармы. Дхарма нравственности – это вторая из парамид, главное условие возникновения достоинства. Благодаря словесной и реализованной Дхарме достоинства создаются. Продолжают стату. Достоинство Санхи. Санха проповедует Дхарму, поступает согласно Дхарме, размышляет о Дхарме, она поле Дхармы, хранитель Дхармы, она полагается на Дхарму, почитает Дхарму, совершает деяния Дхармы, Дхарму практикует, Санха всегда угрожена в Дхарму. Существуют также драгоценности Будды, драгоценности Дхармы и драгоценности Санхи. Следует преданно стремиться к почитанию Будды, к реализации Дхармы и к дружбе с Санхой при помощи возможных методов, материальные средства, общие мероприятия, помощь друг другу на пути самосовершенствования и самопознания. Цитата закончена. Для полного понимания духовного термина «три драгоценности» необходимо рассмотреть слово «три шарана» в теософском словаре Елены Петровны. «Три шарана», санскрит. После смерти Будды это было принято соборами в качестве чистого символа веры, предписывающего прибегать к Будде, прибежище к Будде, прибегать к Дхарме, прибежище к Дхарме и прибегать к Санхе, прибежище к Санхе. Елена Петровна объясняет нам, продолжая цитату, это не Будда Гулутама, смертный человек, кто вездесуще живет в трех различных сферах в одно и то же время Дхармакая, Санхогакая и Нирманакая. Не Будда, смертный человек, а Подхи, универсальный и абстрактный принцип божественной мудрости, который в философии символизирован Адди Буддой. Вездесущий именно Адди Будда, ибо это всемирная сущность или принцип. Именно Бодхи или дух состояния Будды подразумевается под названием сущностной Бодхи. Цитата закончена. Хочу обратить ваше внимание на такое словосочетание «Дух состояния Будды». Не состояние духа Будды, а дух состояния. То есть Будда, достигнув Дхармакая, может принимать, присутствовать и в состоянии Санхогакая, и в состоянии Нирманакая, не отделяясь от Дхармакая никогда, уже никогда. Это такой закон. И дух находиться в духе вот этих состояний. Таким образом, мы понимаем, что подразумевается под словом Будда. В триединой формуле Будда, Дхарма, Санха подразумевается Бодхи, дух состояния Будды. Поэтому мы можем смело соотнести эту формулу с человеком и рассмотреть, как дух, универсальный абстрактный принцип божественной мудрости, Бодхи, это учитель, закон. Душа, высший Манас, как инструмент проявления Чит, учения, Дхарма. И тело, это человек, или ученики, или санха. Еще раз обратимся к Циасовскому словарю Елены Петровны и рассмотрим слово Трикая. Цитирую. Трикая в санскрит буквально три тела или формы, о которых мы только что сейчас говорили. Это исключительно сложное учение, которое все же, будучи понято, объясняет тайну всякой триады или троицы и служит подлинным ключом к любому троякому метафизическому символу. В самой простой и понятной форме это можно найти в человеческом существе в его тройном делении на дух, душу и тело. И во Вселенной рассматриваемой как единство, составленное из божественного, чисто духовного принципа, божественных существ и человечества. Это мы с вами уже рассмотрели и выше и закрепили еще раз данные цитаты. Продолжаю цитату Трикая. Так, в философском северном буддизме мы находим Ади Будду, предвечный вселенский разум Бодхи, Тхиани Будд или Бодхисатвы это Дхарма и Мануши человеческие Будды Сангха. У европейцев мы находим то же самое Бога, Ангелов и Человечества. Бог Бодхи учение, Ангел Дхарма учитель, Человечество Сангха ученик. Также можно рассмотреть и троица Андрея Рублева как отец Бодхи учение закон мать Дхарма учитель и сын Сангха ученик. Продолжают статуи. Так, в своем общем смысле тройное тело символизирует статуи Будды, его учения и его ступы. В жреческих концепциях это относится к буддийскому обету веры, называемой Триратна, прибегая к Будде, Дхарме и Сангхе. Цитата закончена. Теперь необходимо проанализировать не менее интересное слово Триратна там же в Теософском словаре. Титирую. Триратна или Ратна Трайя в санскрин. Три сокровища. Специальное выражение для общеизвестной формулы Будды, Дхарма, Сангха. Дхарма религиозный закон, Сангха духовенство. Продолжают статуи. Слово Будда, Дхарма и Сангха должны произноситься как в дни Гаутамы, владыки Будды, а именно Бодхи, Дхарма и Сангха, истоповиться как мудрость, ее законы и служители, служители, как духовные толкователи или адыбты. Триратна видятся в трех образах Амитапхи, Авалу Китишвары и Майтреи. Майтреи Будды. Амитапхи в беспредельном свете или вселенской мудрости, безличном принципе, что есть правильное значение Паде Будды. Во Всевышней Младыке Бодхисат или Авалу Китишваре и Майтреи Будды, символи земного и человеческого Будды, Мануши Будды. Продолжают стату Триратна. Таким образом, эти три образа непосвященные, подчеркиваю, непосвященные, называют Буддами прошлого, настоящего и будущего. В философии Йога-Чарья Дхарма не есть личность, но не обусловленная и непроизводная сущность сочетающая в себе духовные и материальные принципы Вселенной. А из Дхармы эманировал Будда, вернее, отраженный Бодхи, как творческая энергия, которая сотворила вместе с Дхармой третий элемент Троицы, то есть Салху. Продолжаю стату. Подлинное и первичное значение слова Самма-ГХ или Санна-ГХ относится только к Архатам или Пхикшу, или посвященным, то есть к истинным представителям Дхармы, божественного закона и мудрости, приходящей к ним как отраженный свет из единого безграничного света. Таково философское значение. Цитата закончена. Сложно воспринимается, но это теософский словарь, и если вас заинтересует, вы можете это прочесть и как бы в памяти восстановить. Теперь предлагаю рассмотреть материалы русско-эзотерической школы теософии. Разбирая формулу Бодхи Дхарма Санха или Будда Дхарма Санха или учение Учитель Ученик коснемся космогенезиса и планов бытия. Цитирую Владимир Анатольевич Получается, что главный учитель это Божественный ум. Главный учитель у нас Божественный ум. Второй план бытия. А ученик или ученики это мировой разум. Третий план. И все остальные иерархии, которые находятся на лучших планах бытия. Итак, в эволюции закон учения абсолютности. Учитель это Божественный ум. А ученик это мировой разум и иерархия светлых сил с четвертого по седьмой плана бытия включительно. в теософии учение истина теософия. Учитель иерархии светлых сил. Ученик это теософ или мы с вами. На земном плане учение закон царь. Учитель мудрец. Ученик герой. мы могли встретить в тайной доктрине. В человеке учение Атма Будхи учитель чит человека Вышиманас и ученик Нишиманас. Все, что мы с вами рассмотрели, уважаемые теософы, это три драгоценности, три длежащие. На плакате калачакры календарь шамбулы это соответствует белый козе и черный обезьян. Духовный полис духовной оси калачакры. Белый козе проявлены любовь и черный обезьян человек духовный новорожденный. Буддийские источники утверждают, что существует четыре уровня прибежища внешнее, внутреннее, тайное и абсолютное. Эти уровни соответствуют углублению нашего понимания и осознания. Внешнее прибежище это прибежище в Будде Дхарми Санхи. Это выбор принятие сознания трех драгоценностей. Внутреннее прибежище этот уровень прибежища связан с алмазным путем и практикой Ваджарьяна. Тайное прибежище этот уровень связан с клятвой и учителем. Клятва это ритуал произнесения исповедальной формулы. Формула эта зафиксирована Худака Никае в одном из разделов буддийского канона записана около сотого года до новой эры на языке Пали. Учитель открывает тайную дверь в своего прибежище и мы удивляемся. Учитель берет на себя большую ответственность и многое обещает, когда дает прибежище. Он обещает вести нас по пути и использует все свое мастерство для освобождения нас от страданий и то есть выхода из сансары. И абсолютное прибежище. Это прибежище и есть наш ум. Это единственная вещь с большой буквы, на которой можно положиться. Ум описывается как пустотный, но одновременно ясный. Это истинная природа Ма. Подведем итог. Духовный путь к просветлению и освобождению всегда будет сопровождаться тремя драгоценностями. Можно их назвать как Будда Дхарма и Санха или Водхи Дхарма и Санха или Отец Мать и Сын или Учение Учитель и Ученик или Прибежищем или Тремя Драгоценностями. Эти три драгоценности или Прибежища включают в себя законы творения, знания и мудрость, методы и путь учителей и сообщества учеников. Закон эволюции каждой Манвантары и Маха Манвантары направлен на достижение высших состояний всех семей Царства природы. В нашем случае в эволюции сознания человечества это достижение наивысших состояний нирваны на благо всех живых существ. Спасибо. Спасибо.